МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Ильяс Гумеров. Вы смотрите время спорта на ЮТВ. Салават Юлаев прервал серию неудачных игр в матче с автомобилистом из Екатеринбурга. В начале первого периода дважды отличился Кирилл Капризов. А затем на 12-й минуте Денис Куляш укрепил преимущество Юлаевцев точным броском от синей линии ворот. Во втором периоде Энвер Лисин забросил четвертую шайбу в ворота гостей. Однако через 10 секунд Анатолий Голышев сократил преимущество хозяев. Незадолго до конца матча Энвер Лисин добавил еще один гол. В итоге уверенная победа Салавата Юлаева 5-1. Следующий матч пройдет 15 октября на Уфа-арене против Бориса из Казахстана. Уфимская команда по слэдж-хоккею «Башкирские пираты» провела дебютные официальные матчи чемпионата России сезона 2016-2017. Первый этап прошел в городе Олексин Тульской области. На первом этапе чемпионата России у нас было 6 игр, потому что было всего 7 команд. Их всего в России 7 команд. Сыграли мы так, как и рассчитывали. То есть задача у нас была на этот первый этап познакомиться с российским слэдж-хоккеем, посмотреть уровень мастерства команд, выступающих в чемпионате России. Ну и, соответственно, показать то, что нам удалось за тот короткий срок, который мы занимаемся в Уфе слэдж-хоккеем. Мы считаем свое выступление на чемпионате России удовлетворительным. И теперь понимаем, куда нам нужно расти и что нужно делать для того, чтобы уже со временем, естественно, продвигаться по турнирной таблице вверх. Как говорили другие тренеры, что у вашей команды даже виден рисунок игры. Нам говорили, что, если честно, мы думали, что вы просто толпой будете ездить вокруг своих ворот и все. Но рисунок игры, к счастью, был. Команда выполняла задания, играли по местам. Есть, естественно, с чем работать, но уже есть и от чего отталкиваться. 11 и 12 октября в Екатеринбурге баскетбольный клуб «Уфимец» дебютировал в Суперлиге 3-го дивизиона матчами с местной командой «Уралмаш». Наиболее упорной для «Уфимца» оказалась первая игра. Так, на протяжении первых трех четвертей команда уступала. Однако в заключительном игровом отрезке башкирские баскетболисты сумели навязать сопернику борьбу. В итоге за пару секунд до конца встречи «Уфимец» уверенно сравнял счет и перевел игру в овертайм. 69-69. Тем не менее, сильнее в дополнительное время оказались хозяева площадки. Итоговый счет матча 80-75 в пользу «Уралмаша». Ответная встреча прошла под полным контролем башкирской команды. «Уфимец» переиграл хозяев площадки во втором матче абсолютно по всем показателям. В итоге «Уфимец» одержал уверенную победу со счетом 82-64. В «Уфе» прошло открытое первенство города по бильярду среди инвалидов. Подробности в следующем сюжете. Инвалиды – это категория достаточно обособленная у нас в обществе. И они, к большому счету, живут своим миром. Им комфортно вот так вот собираться где-то среди себе подобных, условно говоря. И, значит, они здесь себя чувствуют раскрепощенно, открыто. Им это доставляет большую радость. Вот положительные эмоции, они во многом помогают, ну, как бы, человеку быть на плаву, не раскисать, держать себя в форме. Мы получаем удовольствие, адреналин, ну, как говорится, надо чем-то заниматься, и чтобы не сидеть дома, а именно двигаться. Ну, и повышать мастерство, ну, и, конечно же, общение. Главное – общение, конечно. И чувствуешь себя совершенно другим человеком. То есть полноценным, не выполненным из общества. Мастером, профессионалом надо, можно стать, с индивидуальной тренировки все-таки. Здесь уже можно поделиться этим. Можно что-то почерпнуть, что-то увидеть, что-то показать другим. Сегодня собрались спортсмены, которые демонстрируют всю свою силу воли. И у них есть цель. То есть они хотят быть здоровыми. Понятно, что им тяжело. У них вся жизнь идет борьба. Как я вот разговаривал с Зарипом Эриком, нашим известным паралимпийцем депутатом госсобрания. Он говорит, что у нас жизнь, вся жизнь борьба. И у них тоже. И мы стараемся со своей стороны всегда помочь им, чем мы можем. Мы не должны стоять на стороне. Мы должны всегда помогать. На этом у меня все. Это были все новости спорта. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова